ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут, я думаю, что в лозера никто не хочет уходить у нас из этих двух команд, и борьба будет достойная. Ну, битва легендарная, конечно, но лост легендарный. Дмитрий, ваши драфты. Тут ваша сфера деятельности. Не, ну, после прошлой игры Сириус такие подумали, блин, Сларк так потел, так старался, так был опасен, так был хорош. Если бы он нажимал БКБ, мы бы точно проиграли, но он БКБ решил не нажимать, поэтому они легко выиграли. Они такие, ну все, мы нашли того самого героя, второй пик, поехали. Он хорош против Эмбера, снимает с себя чейны, легко до него добирается. Хорош против Феникса, снимает с себя пирожки. Не лучшим образом разбивает яйцо, но, возможно, яйцо будет кому разбивать. При этом они сразу же убирают, да, при этом они сразу же убирают героев, которые могут его законтрить. Минус Фейс или Слойт. Пока больше похоже на какую-то идею. Обычно Улд Чикен берет себе коров в самый последний момент, а он почему-то решил взять его вторым пиком, что весьма рискованно. Это действительно рискованно, тут какие-то интересные мансы получаются пока что. Ну, Феникс, в принципе, разбиватели яичек, я думаю, здесь еще появятся, но Сларк тоже с этим может справиться. Но одна ошибка, и он ошибся, и стан через БКБ, и все такое, это может Феникс устроить. Вопрос только. Эмберит у нас куда будет? Это может заниматься Эмбер четверком? Как вы думаете? Ну, пока не ясно. Пока больше похоже, что тройка. Или вообще на легкую позицию отправится. А почему так рано? Не знаю, хочется зафлексить, хочется, чтобы против Сларка был другой персонаж. Единственная польза Эммера против Сларка, это если он собирает Рэдинс и жгет Сларка Флэмгуартом и Рэдинсом, пока тот находится в Шэдод Дэнсе. Однако, по КБ-шику все еще никто не отменял, поэтому все эти механики контрятся одним айтемом в мидгейме. Пока 10 секундные. Ну да, получается. Какой-то Штормин слетает. Слишком много вариантов для мобильного пика. Шторм, Квиннов, Пейн, все, что мобильное заходит для Team Sirius. Фантом Лансер. Правда, Сларк уже есть, но даже Фантом Лансер заходит. У Виталия довольно-таки много проблем с контролем. Единственное, что имеется, это чины, но одними чинами с это не будешь. А двумя? И двумя чинами не будешь. Чины-то одни. Это Фистов заряда два, да? Ну, чины, они же двух человек привязывают. Так что, условно говоря... Ну, будем считать, что привязывают одного. Не спрашивайте, почему, Дарья, вы в последнее время задаете слишком много ненужных вопросов. Я не собиралась. Я опережала ваше мнение на этот счет. Окей. Так, у нас Бримастер. Кто у нас вчера с ним выигрывал? Не Sirius Lee часом? Кто-то выбрал этого. Да, вроде они его брали. Там как раз была игра с Трублейдом. Бримастер бегал и выиграл очень много времени, а Трублейд все это время фармил. Бримастер вообще очень крут против Шадо Демона, так себе подумайте. Против Феникса нормально смотрится. Шадо Демон дает ульт, там какие-то сплы, Бримастер просто раскладывается. Феникс навешивает пирожки, а Бримастер просто бежит. Если Феникс кого-то выжигает с анреем, то Бримастер может заулить Феникса. А как насчет Саленсера на четверочку? Или Рубена. Саленсер, Рубик. Оба героя хорошо подходят для Сириус. Ну, Саленсер лучше тем, что он может и там подгадить БКБшку, испортить для Энигмы и прочее. Может, может, да. А Рубик просто у него много других достоинств. Мне оба нравятся, и Саленсер, и Рубик. Саленсер тут еще очень крут, потому что здесь герои такие, что все четыре героя ничего не делают против Саленсера. Глобал в мидгейме это стопроцентная гарантия того, что нечем будет отвечать, пока герои не купят лотуса и увы. Интересно, какой-то ранний Энигма. Вообще классный персонаж, редко берут. Вот на финальчик Исэлла заезжал на ласт карте. Было дело. Снайпер. Вот тебе не Саленсер, не Рубик, а снайпер на четверке. Саганим, кстати. Ты хотела, ты получила. Ну, пока, видимо, у него 50% финрейта. Третья карта, она решит аппаритет. Серьезная статистика, серьезная. Да, да, да. Но я веду статистику подсчета. Нам тут с вами еще долго куковать, так что мы ни одного снайпера не упустим. Ну, вообще, да, что-то сегодня они заглянули. Мы обычно за три часа укладывались, а сейчас уже четвертый час пошел, а не только третью карту начали играть. Шок контент. А Саленсера забанили, слушай, боятся, боятся. Медовый Саленсер, это так-то могло бы быть тема. Темная тема. Если снайпер четверка, то, блин, Рубику нет места. И тогда у Венигмы появляется шанс убивать Сларка после Блэк Кинг Бара. Не важно что, не важно где, не важно когда. Блэк Кинг Бар, Блэк Холл и Рэд Кликом Сларка. Так, тот самый гениальный снайпер четверка от Химы-то и был. Я вспомнила. Так он, если что, по-моему, и в прошлой игре был, нет? Нет, в прошлой игре он у Виталити был. А, в прошлой игре у Даста. Они его пролюбили игру. Да, Даст на нем играл, да? Угу. Кстати, он нанес больше всех урона. Он нанес больше урона, чем Сларк, по-моему, в три раза. У него было 27 тысяч, Сларка 8. Ну, гениальная четверка, да. Гениальный Сларк. Я думаю, это хотел Тед сказать. Ну, это тоже гениально. Ты гениален на фоне того, чего играешь. Знаешь, это как... Это как... Я, конечно, не зато, к тебе, наверное, эта тема виднее, но подруги там любят, чтобы вторая подруга была некрасивее их. И то же самое здесь. Чем хуже играет Кура Снайпера, тем он круче выглядит. А вот если у вас есть подруга, то вы за страшную подружку или за красивую, Дмитрий? Ну, типа, какую роль вы исполняете? У меня нет подруг. У меня есть только знакомые. Да? Да. Грустно вам жить. Шторм, которого я рекламировал, только там 5 минут рамени, вот он летает. По-прежнему контроля хорошего, а джи-витролиза не так много. То есть, чайные окей и блэкхол энигмы. Вот вопрос, вопрос. Снайпер же со своим вот этим станом с ассасинейта, он же не пробивает БКБ, да? Вот что-то как-то я не задумывалась об этом. Ну-да, надо подумать. Сейчас надо почитать. Сейчас вот нам покажут, надо будет почитать. Нет, потому что там почитаешь, там много чего написано, много чего не написано. Надо просто посмотреть один раз. Вот. Если пробивает, то понятно. Если не пробивает, то непонятно. Я за сколько? За 10 лет игры в доту и комментирование, даже, наверное, больше. У меня там 12 уже лет, наверное, будет. Я ни разу не вижу, чтобы снайпер сбил ассасинейта БКБ. Ни разу. Ну, так с тех пор снайпер изменился. Да, с тех пор его меняли, меняли, меняли. Там аганим изменили, поэтому все может быть. Все может быть. Раньше на снайпере было обучение за ранджевиков в доте. Сейчас уже не знаю. Просто это был первый герой, на котором я в доте тащила. Ну, не тащила, но играла. Тащила, да, да, Дарья, конечно. Вы никого не обманете, Дарья. Дмитрий, вы когда-то начинали, я когда-то начинала. Да? И мы руинили, давайте будем честны, мы с вами руинили. Да, хорошо. В большинстве случаев. Ну, Дмитрий, из нас двоих, вы моя страшная подружка будете, если что. Окей. Так что я тащила, вы руинили. Окей. Так, ну что, эффект бабочки на темпларке и Энигма. Вот Энигма прям интригует здесь. Прям загадка какая-то. Загадка дыры она будет на Энигме. Своей блокхолл. Интересно вообще то, что вот против блокхола ничего такого прямо типичного не стали брать. Тот же самый Саленсер вполне мог бы быть на четверке. Но между Саленсером четверкой и Снайпером четверкой они выбрали именно Снайпера. Вопрос. Неужели Снайпер действительно настолько хорош? Саленсер не только на четверке может быть, Саленсер на коре может быть. Ну, это так скажем, с минимальными потерями, если брать. Саленсер на коре я помню сигнатурного от уважаемого Асберга. Но с тех пор, как вот он перестал его брать, мне кажется, все решили перестать его брать. Я стараюсь понять, почему Сириус Де Стоунс у меня в муте вообще? Кто это такой? Это русич какой-то что ли играет? На самом деле в Counter-Strike практикуются китайские составы с русскими игроками. Там что-то коллаборации там были в нескольких количествах. Каким образом это? Каким образом это? Зруй, не ломкат, будем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты останавливал в черном списке или нет? Нет, еще не в черном. Значит, все нормально. Значит, можно разбудить. У меня есть подозрение, что если урон не проходится с Сириус Де Стоунс через БКБ, то стан тоже не должен проходить. Нажала на Alt дополнительной информации, останавливая прерываемые способности даже у целей, не восприимчивых к маге. Вот, 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 работает, работает, получается, да. Работает. То есть, ваша теория была... Разрушена. Разрушена, да. Ну, а не знаю, я предположила, и мое предположение оказалось верным. Мои знания в доте оказались нулевыми. Дарья, вы никому не уделились и так знали. Ну, хорошо. Вы пытаетесь мою самооценку как-то подбить, у вас не получится. Но... Удаст, получится сейчас ФВ отдать. Правда, не Сларку, но отдал. Девушка, завышенная, самооценка, вообще девушка, завышенная, самооценка, и ед пульсу. Держите в курсе. Держу в курсе. Хим. Тут у нас пока расстреливает Эмбер Спирита, и мне кажется, Эмбер тут впечатлен остался. Башки еще так прокают. Ну, микрозамедление, точнее, не башки. А когда-то здесь был баш. Был. Два стака есть. Третьим не попал. Третьим не попал. Снайпер ушел. А, Брюмайстер покатился на бочке. Катается. Так, что-то... Энигма вызвала Эдолонов, пошла напрягать Сларка. Энигма тоже мальчик. Вот эти столько мальчиков, если что, то Урсу мальчик, Пугну мальчик, вот Энигма тоже. Так, им кажется, погиб. Стак? Энигма вызвала, хорошо. Энигма вызвала Эдолонов. Короче, обо всем можно говорить в мужском роде, правильно? Кроме Легида Командра. Вы учитесь, вы прогрессируете. Добро. Так, пока у нас Ларк только с пассивочкой. Вот видим то, что у Бионда есть шанс со статами своими, украденными уже, и отдать... Нет, враг не отдал. Но очень-очень был близок к этому. Фласка у него, правда, нет, но ему дает даст. Очень врежливо хранивший для него эту замечательную вещь. Что ж, ну сложно-сложно здесь, что Фениксу, что Энигме. Кажется, тут с Ларкой хотят покормить. Пища-пища. На миде у нас что? На миде у нас все ровненько. Там пока проблемой быть не должно. Вроде как, ой, что с 400 клоев? Габелла, Габелла. Он умрет? Нет, он уже не умрет, что-то он регенится. А что же он не нажал? Что же он не сжал свою когтистую лапу изначально? Хотя нет, там все равно урона не хватило, да. Потому что первый лавал. Да. Ну, душит, душит. Ну, ШД потратил слишком много маны. Никого не убил. Снайпер просто упорегинился. И теперь снайпер продолжит тачковать, тачкует он. Хорошо. С хатшотом. А Шадо без маны будет тачковать Белмастера так себе, да и со снайпером у него не такой шанс. При этом у снайпера еще имеется Блайтстоун, поэтому он тачкуется на порядок выше. И снайпер-четверка продолжает радовать наши сердца, Дарья. Да. Меня радует. Просто приходят на сложную и душат. Интересно, если я пойду снайпером сегодня на четверке, я славлю репорт? Своих коров. Так, ну, пока видим то, что Эмбер, кажется, репорт сейчас отхватит. Да, расстреливают снайперы. Изи фраг. Изи чаще. Легкая для снайпера четверки. Просто легче. Вот знаете, я вот раз за разом думаю, что насколько же хорошо, что в Доте, как в КСе, нет возможности кикнуть человека всей командой. Если четверо проголосуют за кик, то человека кикнет. Если бы такое было, то, я думаю, вас бы кикнули после такого. Но я бы лично проголосовала за кик, если бы я такое в первую жизнь увидела. А сейчас я тоже думаю, надо бы подруинить, попытаться сегодня на четверке. Дарья, вы дитя толпы, то есть очевидно, что вы как все. Ну, вы знаете, кто-то индикает туда толпы. Да, вы как все. Это не хорошо и плохо, это просто пак. Хорошо. И хорошо, что этого снайпера не кикнули, хорошо, что такой функции в Доте нет, и он себя раскрывает уже второй день подряд. Надеюсь, то, что это не последний его день, потому что пока видим то, что у него с хэшшотом и шрапнелью идет очень хорошо все. А что у нас насчет товарища Сларка? Что-то он начал плохо добивать крипов, я смотрю. Видимо, отвлекается. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, Феникс, третий левел, пирожками кидается. Горячие пирожки никого не интересуют на этой линии. Так, по поводу эффекта бабочки, что у него тут? У него тут минус хп. Но фласка есть, так что в целом жизни он доволен. А вот у Штурмспирита есть уважаемая бутылка, и кажется, ноль шансов рунку забрать, потому что с двух сторон уже черти ждут эти рунки. Да, 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 да. Наверху Штурмспирита, где внизу у нас рунка получается. Да, да, разбить не успел. Лич очень пытался. В любом случае, Штурмспирит остался с пустой бутылкой, поэтому все. Разве что может ее просто так подержать в руках. Так, шапналили снова. Эмберспирит снова напрягается. А почему вы задумались внутри? Нужен сапог снайпером. Он собрал стики, бремастер взял хдресочку и будет делать быстрый доминатор. Но вообще на лицо, что им обоим нужны быстрые сапоги. Сапогами они прям грызаются в Эмберспирита под шарпнелью. Дают слишком много тычек дополнительных. И там у Эмберспирита вообще без шансов, он крипам не подойдет. Сейчас будем считать, что они его щадят. То есть они так берут просто... Про счет, что он вообще не будет подходить к атаку пока и происходит. Он просто не подходит. Или не выгодно полностью. Я не понимаю, почему Штурмспирит не хочет вернуться. Олд Чикену больно. Олд Чикен сейчас будет умирать. Да, буквально тычка осталась. Он прожимает стики, живет и очень на тоненького вместе с лечом уходит. Не далось, не далось сделать этот фраг. Обмен с антриками. Паритет установили. Ни тебе, ни другим. В итоге оказалось. Все без антриков. Рунки разбираются и общая ценность объявлена в пользу... О, е-е-е-е, баттерфляй эффект. Сейчас бы плюс один какой-то на мид. Изи фраг был бы, но к сожалению нет. Баттерфляй эффект обходит немного совсем дистонса по золоту. По итоговой линии. Сейчас, тут демон вернулся на легкую линию. Теперь попроще для Эммер Спирита. Но с другой стороны Снайпер ушел. Снайпер, я так понимаю, пошел, пошел. Он почти на центр пошел. Ничего себе. За Темплар Ассайсин. Помощь выехала, говорит Снайпер. Феникс сюда. Темпларочка тоже сюда. Один удар. Один удар. Один удар. Летит. Все хорошо. Так, вот такой эффект. Давай, и его души, и его. Тут иллюзии лежат, правда, никому не нужны. Но пытается отпеваться. Пьет, пьет, пьет. Пьет, как может, но приходит Лич. И, кажется, отлетает, кстати. Нет, нормально, нормально. Давай, Соло, Соло, Снайпер. Подушку, гони ее. Да, так, не. Сейчас еще, правда, Тавра откусит. Нет. Как же она живет. Вот давай, и Снайпер размотай. Просто изи корм пришел. За Байчина. Короче, молодые наберете. Говорит, как Сларк и разваливает двоих. А там еще Сларк где-то отлетел. Вот-вот-вот Энигма начинает раскрываться у нас. Энигма. По всем фронтам задушили. Ну что ж, изичайшие два фрага или Тэмпларки еще и Боттл забудили. И поэтому сейчас Тэмпларочка у нас будет отпеваться. Вот. Что теперь? 2 700 против 2 000. Изи 1000 преимущества на миде. С двух фрагов. Ну бывает. Вот когда я хожу гонгать, например, то, что там происходит на миде. Снайпер был близок. Ну, он хотел, он хотел, он старался. Но там вовремя откатился рефракшн, он просто не досчитал. Так, тем временем, вот эти мувы снайперы прилили к тому, что он отдался. А Эмбер Спирт успел получить чистый левел. Правда, под замедлением ремнанты работают так себе. Мы сейчас видим, как он пытается. И не очень. Да, слишком много. Хотя нет. О, чуть-чуть. Чуть не хватило. В общем, слегка отпустили, а не Брэр Спирита. Который, кстати, сейчас можно убить. Ну-ка, ну-ка, сюда иди. Молодой, неопытный. Так. И вот эта парочка нормально работает. Снайпер с Личом хоть иногда и не доигрывают, но они прям такие суперактивные. Да. Самое главное, это пытаются найти себя в этой жизни. Так, ну что, снайпер-то пока показывает, кто здесь батя. Очень надеюсь, что тренд на снайпера появится у нас не только в китайском регионе. Это уважаемо как-то у нас выглядит пока что. Так, и что можно сказать по поводу темпларки? У нее тут пока что зарождается история дезолятора. Есть уже пауэртретс, все это дело фармится и в лесу спокойно собирается. У Феникса. Кстати, то что тут по яйцам? Кто бить яйца будет? Снайпер. Снайпер. Та самая четверочка. А скорость атаки где для того, чтобы бить яйца? ПТ-шечку, возможно, возьмет. И уже будет скорость таки. То есть снайпер, вот он собирается через Аганим, да, это хороший вариант. Но против Феникса, возможно, стоит и атак спид прикупить. Ммм, перчаточку можно просто взять. Хотя бы так. Как-то дешево-сердитого. Но он и в дамагера, если хорошо пойдет, может всегда собраться. Я не вижу проблем в том, что четверка снайпер, если он там, блин, эмбер. А у него ремна за спиной, что он нормально. По это и дело, он прям на максимум. Но все равно под таверну пойдет. Реализует ремна. Что надо максимально реализовать свою хпшку. Правда, снайпер не остался с ним впечатлен. Но сейчас может впечатлить Темпларка. Хотя видим то, что Долим ее останавливает. И сейчас станут Кентавра. И Даст остался без Икаруса. Надо ему улетать отсюда. Станчик у Кентавра есть. Нет, нет, еще не откатился. Ух, ну что, это активная карта получается у нас. Гораздо активнее, чем предыдущая, которую мы наблюдали. Пол Чикина выгнали. Лич его оставил. Начал бегать по карте. И в 1x2 он не может вообще ничего. В итоге он сразу же сместился в леса. Анигма сразу же начала пушить. И по совместительству унигма отлично еще защищает большой кэмп. На нижнюю линию приходит снайпер, который умеет со шрапнелем. У снайпера можно и обойти в спину. С блокхолом. И дизрапшеном. Реализация бэкхола инкамминг. Хотя... Нет, нет, нет. Не, испугались. Правильно сделали. Сразу же делали ТП. Уважаемый Шармспирит. Теперь он должен цеплять. А бэкхол сейчас? А сейчас бэкхол попытаться нет? Нет, нет, нет. Продает. Файтерону. Ну, двоих поставить. Там просто где-то вроде как недалеко был еще персонаж, но нет. Феник занят своими делами. Он стакает энчентов для своего мидера. И что тут по баунти руну? Пока получается, вроде как силы света могут отжать и три рунки. Правда, пока судьбой последний не интересуется никто. О, некрачены нигми. Вау. Ой, слушай, тут... Походу, блоколог в этой игре не будет. Оказывается, там ванпост не получили силы света. Как-то они пропустили этот момент, судя по всему. Неприятно. Слушай, некрачены нигми. Темп. Темп выехал. Эдолончики, суммончики. Все это дело под аурой. 5% перемещений и 5% от аукспида. Маловато. Снайпер, на удивление, неплохо стопает все это дело Шармелью. Но его все еще можно обойти. Если просто долбиться лоб в лоб, то снайпер будет сильно напрягать. А если обойти, то там есть вариант. Сейчас снайп. Трое пошли. На войну. У всех ульты есть, чтобы побороться, не считая ШД. Ну, ШД вообще какой-то бедный. У него только 4-й левел заработался. Ким. Да, обошли его, спинку, кинули пирожок, еще пирожок, яичко ставится. Яйцо бьется химом. Но явно не успевает товарищ. Еще и дезрапшин, все. Это гарантированный стан. Вот себе и все. Ну, правда, бесполезно, как это все получилось, но красиво. Вышечка вроде как там тоже еще стоит. Держится. И драка у нас. Олчикин. Хочет Додо забрать. Помогает снайпер. Хадукен полетел. И Додим забирает фраг. Вот так вот. Вот так вот. Тяжело им? Кому? Эмбурфа. Энигмия. Она прям хочет эту вышку пробить, она... Ну, имели это всевозможные ресурсы, но снайпер слишком хорошо стопочерпняли. В итоге ее некрочи пока выглядят слегка бесполезными. Потому что они вроде бы есть, но он их даже не вызывает. Потому что крипов он зафармит и без некрочей. С некрочами как хочется? Вызвал некрочей, забрал вышку. Вызвал некрочей, забрал вышку. Если ты ликантроп, вызвал некрочей, убил героя. А здесь просто некрочи, вот они есть. Ой, прошу прощения. Все видели. И все. И вот они есть. Как бы лежат мертвым образом. Ну, пока все вызывает. Пошла-пошла душка. Но там одновременно с этим на миде какая-то движуха начинается. Даст, без яйца. Додо у него за спиной. Неподалеку Тэмпларка. Но Тэмпларка в случае чего продаваться не должна. А вот Фениксу кажется здесь Габелла. Да, полетели в него все некие какие только можно. Батерфлай эффект все-таки врывается в драку. Минус хим может быть. Последняя тычка по нему остается буквально. Да, это минус. И тут Долем разве что имеет шанс уйти. Кале у меня дитчайшая. Просто, просто все лагает. Один фпс. Да. Шок. Шок контент. Да, это реально шок. У меня такого, мне кажется, года с 15-го не было. Энигма перейдянула зря. Вот она такая пришла. Вышку снизу не спушила. И при этом ничего не успела сделать в центре. Конечно же она вышку в центре может попушить. Но некрачей нет. Хотя нет, слушай, некрачи снизу разобрались с вышку. А сама она находится на центре. Более-менее. Феникс влетел. Яичко все еще есть. Но он прекрасно понимает, что все бегут. Если он его поставит... В моей реальности я Феникс еще мертв. Вот он его ставит. И люди не хотят убегать. Странно, почему они не убегают. Потому что они, конечно же, яичко убили. Но... Ну ладно, один в один. Я боюсь, что мне тут надо будет перезайти. Потому что тут что-то как-то это того совсем. Главное, не бойтесь, я рядом. Да, давайте. Вы ведете текстовую трансляцию, пока я перезахожу. Надеюсь, это займет мало времени. Сейчас, секундочку буквально. Так, отключиться. Вернуться. Где текстовая трансляция, Дмитрий? Ничего не происходит. Они отошли. Да. Хорошо. Так, а я пока возвращаюсь потихоньку. Хотя, знаешь, мне тоже начало лагать. Я тоже сейчас перезайду. Нас предали китайские сервера. Китайская дота — это все, что у нас было. А теперь она лагает. Да, даже ее у нас забрали. Да. Не, нормально, я все отлагала. Все помогло. Так, общая ценность. Ух, 14.20 на таймере. Дистонции XCJ ждали в засаде Shadow Demon, но он в засаду не пошел. Что тут? Butterfly Effect. О, нападение, нападение. Правда, тут оказывается рядом неожиданная дистонция. Он не хочет ему продавать. Правильно, за снайпер-четверку надо бороться. И просто минус FB. Ион, ты туда будешь следующий. Все, все. Габлкил еще плюс не храчи. Какого левела они первого? По 50 голды. За каждого. Как у вас сделать, Дмитрий? Загружаюсь. Загружаюсь? Все хорошо. Главное, не грузитесь. По этому поводу. Нигму мертвалу. Ее убили. Когда-нибудь вы научитесь. Говорит он. Хорошо. Нигма погиб. Мертвых храбрых. Да. Воевал как бог. Но что-то не пошло. Так, Хим. У него, кстати, это аганим. Самый жирный кусок уже приобретен от него. Дело за малым. Еще три четвертых этого аганима. И пока на первом месте темпларка, шансы за сноуболить у команды Айджи Виталити так неплохие. Но что-то там у Эмбера не пошло. Что-то у него отставание есть. Барабана себе взял. Интересно, что дальше будет фармить. Хим засадит. Темпларочка пока не ходишь никуда не идти. Фармит дезолятор. Выжидает. Фармастер будет чисто в Аурус собираться. Троминатор, Кирасов, Владмирс и все остальное. Оп, нашел кента. Нашел кента. Видишь, а тут демона нагло разбивающего варды и ничего не может с ним сделать. Так, Энигма. Мы блокхол видели хоть один? Нет. Ну, это нормальная тема. Не раз такое бывало. Вот она тоже думает, что что-то блокхолов не видно. Но фармлю-ка я БКБ. Айтем победы. Ну, говорят, вот снайпер может работать. Может работать. Поэтому до снайпера надо добраться к кому-то. Так, где стол? Нику нашли? Добрался до Нику. Игалонов купили. Там еще и посмертный ассасинейт влетел. Правда, самого Хима придушили. Мемберспейт с ним разобрался. Лич, у него есть чайник. Чайник можно сейчас попробовать кинуть. Например, на Пларку. Но нет, не судьба. Он просто умирает. Минус 2 саппорта. Баттерфлай Эпик продолжает работать. Теперь уже можно Личикина. Забирать Личикина. У него есть ультимативная. Надо уходить отсюда, пока можно. И свою жизнь ради этого Сларка отдает, видимо, Примастер. Хотя отбегает, отбегает. Есть у нас, правда. Вот, да. Земляную панду он оставляет в самом центре события. Так что все. Он будет здесь умирать. Ой, еще тут подцепить умудрились. О, Сларк. Что ж ты тут не уходил-то? У него тут своя, видимо, карта какая-то продолжается пока что. Но ультимейт до сих пор есть, поэтому можно будет его потратить на сейф себя. Но, слушай, тут за двумя рыбками-то погнались и ни одну не забрали. Ни Бримастера, ни Сларка. Как итог. Ну, бывает. Что поделать. В целом, очень круто играет темпларочка. Во второй раз она находит хосту. Она во второй раз на хосте просто убивает кучу героев. Аккуратненько подрежет. И у нее имеется дизолятор. Она видит Сларка. Сларк успевает нажать Shadow Dance. Феникс пытается попасть к нему в Сан Рэйм. Ставит какое-то странное яйцо. И, видимо, хапок запутал. Да не факт. У него хапа мало было. Возможно, он просто хотел резетнуться. Боялся умереть. Так, минус Хим. Пробивается еще лицо параллельно и у Лича. Минус Лич. Лич опять теченник не смог дать. Зато выкупается Снайпер. Выкупается Лич. Вот это страшно. Вот это страшно, потому что Эмир еще может погибнуть. У него нету мана. У него есть где-то ремнант. И он пытается с ним отойти. Да, это выходит сделать. Эффект бабочки. Умирает. Все, фиданул. Кстати, хорошо так фиданул. Вкусно. Олл Чикен оценил. Сочно, сочно. Да, ну отличный файт. Правда, два байбека немного подруинили историю по экономике. Но Личикен врывается в топы по фарму. Правда, догнать Темпларку все равно затруднительно. Пока что, но Темпларка уже с двумя артефактами победы. Третий артефакт победы в пути. Что по Энигме? Энигма фармит. Ну, кстати, у нее не так уж и далеко вся история с этой БКБшкой. Там у Темпларки только все еще начинается. А вот Энигма уже почти дофармил. Я думаю, что как только будет БКБшка, возможно, настанет время и первой БЛЭКХОЛ на истории. Легкое преимущество у IG Виталити есть. Но пока только легкое. То есть 3000 голды это хорошо, но БЛЭКХОЛ пока все еще не надежен. Поэтому с БЛЭКХОЛом у них шансов будет побольше. Конечно же, в идеале еще Энигме нафармите Блинк, чтобы она могла прям врываться. Поскольку там очень мобильные герои, с Ларкой Штормом она может займить не успеть. А если будет БЛЭКХОЛ, можно прям смело БЛЭКХОЛ ШТОРМа и ехала. Так, там выезжает она, кстати, на парк, мне кажется, за Химом. Хотя нет, он аккуратненько шопнель кинул. Она капает, деньги капают, он сам отходит назад. Так, что у нас у Брюмастера? Тоже БКБшка, слушай, массовые БКБшки. Только пока что Роспилит еще не созрел до этого. Он хочет сначала Орчит или собрать. Ну, Орчит, это тоже уважаемая, на самом деле, история. Потому что Эмбер останавливать надо у него тут. А у него Юл будет, он будет себе съемить. Продновато, да. Уже такая стадия игры, что здесь и темпларочку успевают купить БКБ, и Эмбер метят вул. Поэтому здесь, ну, разве что против Шадо Демона. Может быть, против Феникса. Против двух саппортов Сайленсов будет хорошо. Шадо Блэйд на славке, поехали. Шадо Блэйда мало, но что-то еще. Плетит своей команде, которая кучкуется на пятачке. Есть ультимейт Брюмастер, возможно, хочется ультимейт реализовать. Схема такая, что Шторм прилетит, и пока он делает вид, что он пушит в центр. То есть на центр бьется, и кто-то должен дефать центр, например, Эмбер. Вот он его дефает, вот они в него влетают. Паунс, Эмбер, прощай. Хорошо, хороший гонк. Что-то Эмбер вообще не яркий какой-то. Снайпера что-то не похоронили. Ну, ничего, снайпера можно похоронить. Так, Додо. Его тоже убить не получается. Это пирожки раскиданы, начинают гадить. И у Даст-то так-то есть еще единичка, которую можно поставить, например, в Рошпите. Это сделать он делает. Это Батерфлай Эпик пока погибает, не спасло яйцо. От провала двух коров и яйцо тоже минус. Трипл килл для Олд Чикина. Еще плюс фит для рыбки. Жабки, точнее. Ну да, гангши шикарные. То есть даже если бы они никого не нашли, то в этом случае просто падает вышка по центру. И в любом случае Сириусы в плюсе. А так они пушат вышку. Кто-то должен ее дефать по-любому, сто процентов. Это вообще без вариантов. И ребятки влетают. Хорошо. Но у него преимущества нет. Виталийте все равно ведут на 2000. Ну в районе 1000. И появляется Сайенс. Эмбер еще не успел собрать Юлу, поэтому будет идеально, если Штармес его убьют прямо вот сейчас еще разок. Когда Эмбер спирт будет тельтанул, он успел купить Юльчик, да, все. Защита против Сайленс есть. Но у него при этом ноль дэмэджа, ноль артефактов на урон, что магический, что физический. Вот все, что у него есть, все его достояние, это вот эти барабаны. Ну будет барабанщиком. Будет стучать ради команды. Будет бафать их. Ну раньше, помню, барабанщики были уважаемые когда-то давно. Там можно было и 4 штуки барабанов собрать, и ничего. Все уважали. Это раньше, Дарья? Да, это в другие времена были. Так, а тут у нас Ол Чикен, готов воевать. Ульта у него есть, опять Эмбер погиб. И не работает у нас Юл, если тебя уже закрыли через второй спелл. Ну если тебя в пятером, если тебя еще в четвером есть, Юл тоже не особо эффективен. Ты приземляешься, а тебе там какой-нибудь Синистр Гейс. Контроля много, а Юл один. Поэтому мне больше нравится Блокинг Баром. Блокинг Баром как-то понадежнее. Ну, больше возможностей у БКБшки. Ну вот Энигма, она, ну она вроде как уже готова. То есть теперь хороший матч же Виталити, она нажимает смоки и активничает. Правда, они немножко притормозили, а Эгги забрали противники и Энигме придется еще терпеть минут пять. Ну за пять минут точно будет Блинг. Так, что распирит пока у нас с Аегой. И будет БКБ делать. Да, он все, наконец-то тоже созрел до этого. А снайпер почти что с Аганимом. Буквально тысячу золота ему надо где-то сцапать. Пока ему дают эту возможность, по лесам фармит. Хим вообще довольно жадный, как четверочка, смотрю. Хотя в этот раз жадность у него оказывается не выпиющая. И он далеко от Феникса не оторвался по фарму. В отличие от той победной его катки, вчерашней, на снайпере четвертой. Смотри, попытка убить Шторманса, Эггисон, ну-ка. Ну-ка. Работаем. Что, как? Нормально? Найс ганг, мужики. Так, ну что, мужчина, кстати, готов еще в ответ тут поработать. Собрались вчетвером, хотя Сларк что-то не хочет. Свои планы на жизнь. А что Сларк хочет, кстати? Он там пять киллов сделал за последние минут пять. А у него лотар, сабля и будет делать скатоз. Ну, ничего так. Статы, статы. Побольше статов. Так, у нас смог прожимается. Так, ну что ж, настало время ломать лица. Феникс, в принципе, готов свое подставить. Можно еще тампарочку. Тампарочка сделала блинкаут. Что вот насчет Феникса? Врыв. Феникс. Саленс. И все, тампарка разве что уйдет куда-нибудь. А, нет, она не уйдет. А, инвиз, а просвет. Вот, есть, есть просвет. Хорошо. Что-то я все понял и развернулся. Так вот, вообще вот после этого момента снизу, когда они четвером вышли на Шторма, ворвались и не убили, Сирю и Свимхо сейчас все поверили. Потому что четыре героя ничего не смогли сделать одному герою, они сейчас если будут драться пять на пять, то это вообще... Это финиш. При том, что преимущество у них по-прежнему 1к. Да, но они давят так, как будто у них там 20 кс преимущества и Виталийте вообще ничего не могут сделать. Они агрессори. Я все еще жду смока от Энигмы, но я понимаю, что... Ну, можно как бы подфармить и еще там, блин, БКБ, но блэкхоллы будут сегодня. Потому что, например, Брюмастер, вот он хороший. У него есть ульта, он нападает, раскладывается, вносит импакт. От Энигмы пока такого не замечено. Это, по сути, все, что нужно делать в тройке, это разряжать кулдаун с командой. Знаешь, вот есть одна легендарная Энигма, которую я видела где-то года три назад, наверное. Вот прошло 30 минут катки, ни одного блэкхола не было. И где-то вот в минуте на 45 уже первый блэкхолл был. Но когда он его начал давать, одновременно вражеский Феникс кастовал яйцо. То есть вот он кастовал его, понимая, что сейчас его застанет и это все собьется. То есть я думаю, что здесь такая же история может произойти. Замечательная история, Дарья. Знаете, у меня есть другая история. Знаете, там были легендарные Энигмы, там они нажимали Блэкинг Бар и убивали всю команду. И здесь я даже не требую, чтобы они убивали всю команду, но хоть кого-нибудь убейте. Хотя бы одного, пожалуйста. Хотя бы одного героя одолейте через кулдаун, потому что... Ну, 153 секунды кулдауна на дороге не валяются так-то. Рано или поздно Рейдинты будут очень много фармить, потому что сейчас прижимают детальти к базе. О, встанет. И они идут. Они идут. Сюда. Снайпер сюда. Вырезать надо, нормально, нормально. Теперь можно было кулку вставать. И дальше. Идем дальше. Находим плеча. Поднимаем. Алёк. Алё, алё, Энигма. Ах, ай, сюда. Малышка. Ну, а зачем? Всё, зачем. Кстати, очень много выбывает. Хорошо. Вот. Смотри, они могут драться? Без Энигмы даже могут драться. Что есть, что нет. Печаль какая-то вообще-то прям. Смотришь и грустно. Ну, Энигма, это, конечно, парень яркий, но, к сожалению, действительно редко кастует что-то пока что. К сожалению, пока что даже никогда скорее, чем редко. Пока просто фармируем. Ну, он пока качается, качается ещё. Останьте, например. Его Трим впереди. Я в это верю. Я запомнил. Ну, не можем, если он захочет, как-то не разве льдовался. Молитесь, да, чтобы он ультанул хоть раз. Иначе я задушу и его, и вас. А меня-то что тушите? Я же не понимаю. У тебя Энигмы я внажал. И мне бы избили. Вы его зачитаете, как будто вы его юрист. Как будто он вам дал взятку, чтобы вы говорили о нём хорошо время комментирования. А я как бы по факту, я вот вижу Энигму. Вижу, как её увидел Старк. Ставит с Эндрю. Поехал в Штормен. Минус Додо. Сюда. Врывается обратно с байбэка. Олд Чикен, яичка, бинара. Энигму блинкаут сразу. Просто блинкаут и бежать. Энигму убегает. Смотрит, как разбираются с его командой. Минус Эмбер. Всё, даблкил. Олд Чикен-то уже всё, такой прям, уже не Чикен. Это уже прям такой опасный Орёл. Орёл. И что по Энигму это? Десять секунд БКБ были потрачены когда-то. Но девять ещё есть. Есть Блинк. Есть Некра первая. Есть Аура от Некров. Не знаю, что ещё есть. Да, но она такая слабая. То есть вот бирмастер очень много полезного делать для команды. Уже Аура Владмирса, Аура Доминатора. Там ещё какой-нибудь Крипс с Аурой, допустим. Или просто Кентавр на стане. И он уже одним своим присутствием. Полезнее Энигмы. Бразы. Там пафы для лайфстил и Ауру сверху дэмод же дает, короче. Вот такие герои очень хорошие. Ты просто играешь, очень круто иметь подобного героя. Потому что он просто полезен, находясь в драке, не делая ничего. А если ещё кнопки начнут снимать? А Энигма как раз, она... И чтобы нажать кнопку, нужно сначала купить айтемы. Ну, в среднем Блинк БКБ. И Аура от неё мало. Додо засали. Либо пытался Дистоунс поработать по Энигме. Но Энигма-то у нас очень хорошая в додже драк. И поэтому сейчас он снова ушёл. Да, поэтому такие герои, как вот Андерлорд, Кентавр, Бисмастер, Брюмастер, все они смотрятся пометовые Энигмы, потому что они в большинстве случаев и без айтемов свои кнопки нажимают. И при этом они собирают айтемы на команду. А Энигма-то такой герой, который и айтемы на команду почти не собирает. Ну, не короче, уже первого левела мы в расчет не берём, они там моментально умрут. И деньги ещё отдадут. И всё. И дальше она пакует айтемы, чтобы просто дать кнопку. А как вы смотрите на это, Дмитрий, если возьмут IG Виталити? Смачок нажмут и через блокхолл развалят. Вы думаете, можно так делать? Ну, я предполагаю ваше дело, мое предположение оспорить или подтвердить. Так, вот, кстати, всё. Дарья, будет здорово. Будет бесподобно. Но пока они просто играют в игру, давайте потерпим против шторма, который летает и убивает всю карту. Пларочка! Куда она, молодая? Пожилая, кажется. Пожилая? Всё нормально, нормально, нормально. Посидела после этого нападения, мне кажется, поэтому пребываю, да. Вся жизнь перед глазами принеслась. И БКБшка принеслась перед глазами 10-секундная тоже. Как будто и не бывало. Так, да. А Сларкевич-то, Сларкевич-то, знаешь, крадёт? Раз, раз, пусть. И всё, и всё. И яичко, яичко надо бить. Дистонский справится. Лучикин уже не успеет. Всё, всё. Спасён. Нормально, нормально. За доджили драку изичаешь. Только вот Эмбер умирает, а всё остальное нормально доджится пока. Терпят, терпят. Ну что, у нас Темпларка пока, в принципе, близка к тому, чтобы Деедалус держать у себя в руках. И это звучит хайпово. Много дэмэджа. Может даже подраться получится. Что там у Эмбера? Вот его интересного. Смотрю на это и повернулась Милл Штром, который собирается на 30-й минуте. Ну, надо ещё начинать, в конце концов. Когда-то нужно дамаживать, правильно? Стать на блогерах. Ну и что? Два вычечка на топе там подгорает. Глиф нажали, но работает катапульта. И Тавра будет угибнуть. Минус Тавра. И вот скучковались. Айджи Виталисе. Такое ощущение, будто они хотят нажать смок. Но это фейк. Мы все понимаем, что это фейк. У них даже смоков нет. Вот ты иногда смотрел, но такие бодренькие команды просто по ГД нажимали. А здесь... Да я вижу, да. Здесь они... Здесь вот бодренькая только темпларочка. Она одна врывается всё время вперёд. Она, возможно, хочет, чтобы команда её поддержала. Но что-то команда пока не успевает за ней. И... Ну, они... Прям вот... Сколько они тут? Последние 10 минут они просто по своей карте бегают. По своей половине. И смотрят, как убивают их героев по одному. То есть играть в кошки-мышки со Штармом трудно. Потому что у него уже Саленс и Бластон. 2500 маны. Тут где-то появляется один герой, допустим. Он просто влетает, убивает. Почти в соло. Надо как-то... Как-то пободрее. Если они не могут по одному бегать, то надо в пятером постараться что-то сделать. Бэкбэн там Бларк есть. Эмбер... Эмбер дамажить уже начинает. Смотри, оп. Смотри, ну вот Энигма пока решил пойти к успеху путем собирания Аганим Септера. Вот. То есть герой у них для 5 на 5 более-менее. Я бы сказал, что Феникс 5 на 5 очень сильный. То есть главное хорошо залететь и поставить классное яйцо. Энигма тоже 5 на 5 отлично работает. Миднайт Пульс, Вауе и Блэкхол. Кстати, вот Миднайт Пульс он тоже не особо кастует. Да я бы вообще почти ничего не кастует. Даже Эмбер в 5 на 5 смотрится пободрее, потому что фисты по пятерым может выкидывать. Ну, увы. Так, вы... Стерли. Байбэкнулся. Ну все, вот сейчас. На байбэке чех. Давай. Летай, молодой. Just do it. Пошел, пошел. Пошел, Эмбер. Пошел на передовую. Связал двоих. Ты парочку ворвалась. Не врывается, Миднайт Пульс. Отлично, Блэкхол по двоим. Пок, Чамп. Сейчас уже только какая-то поддержка, наверное. Яйцо есть рядом. Вроде как все скастовалось, но поддержка из воздуха не пришла. Поэтому это минус опять Эмбер. Хотя его не так жалко. Самое главное, что выкупился Шторм. Выкупился и летит бежать. Ой, минус. На фулл ХП. Да, выкуп хороший был Шторм. Ну, слушай, они... Это было... О, они попытались. Мое уважение. Да. Дракуа не проиграли. Байбэк на Шторме очень сильная. Ты зарешал. То есть он выкупается, просто на фулл ману летит. На фулл вот с фонтана он долетел. Долетел вот до сюда. Здесь он ее убил. И он на фулл ману почти фулл ХП естнется. Красиво. Ну, знаешь, есть вот такое выражение прекрасное. Увидеть Париж и умереть. Мне кажется, после этого Блэкхола все, можно уже закрывать катку. Мы увидели, но ухватит. Ну, слушай, Блэкхол был хорош. Да, хорош. Правда, один за 300 минут. Ну, ничего. Могло быть не одного, опять же. Это лучше, чем он. Могло быть, да. Кстати, они решили заигнорить Рошана, просто пойти трон нести. Это вот минус Блэкхола, что даже он молодец, он дал Блэкхол и Блэкхол, что он просто Блэкхол у нас и прилетел. Это вот еще один минус у них, что куда он Блэкхол слишком большой, и в большинстве случаев в нынешнем месте он просто контрит с Блэкхол. Ну, на самом деле, мог бы там вот насчет рефрешера и подумать вместо Аганима. Хотя маны, мне кажется, не хватит физически. Лучше Аганима, чтобы мана была, а потом рефрешера. Да, Аганима, может, и маловато будет. Не, с Аганимом должно хватить. Просто с Аганимом там танчик, он, скорее всего, лишний не пропишет. Но второй мид на этот плюс, он, скорее всего, закинет. Выехали. Выехали из Рошана. Но их мало. Этварка не с ним. Не успевает. Ну, и Блэкхолла нет. И яйца нет, кстати, тоже. Так что... Хотя нет, яйца сейчас будет. Врыв пошел от Эмбера. Крадет Аегис. Какой же красавчик он здесь. Минает пульс работы. Толчикину больно. Под этим минает пульсом реально больно. И долем вынужден прожимать БКБ и пытаться уйти. Ультануть не получается. Ультанет, ультанет, ультанет. Он ультанет. Он так и не смог ультануть. Но там, кажется, проблема теперь у Эмбера. Он погибает. И мне помог Аегис. Богоподобен. Олд Чикен. И все. И все. Эмбер хорош. Ну, сейчас хорошо было. Да, да. Сейчас было очень хорошо. Они что-то не втроем разобрались. А, он только Игис вил. Нет, он Иссыр убил. Если бы Эмбер прожил... Он Иссыр... Да, там было забавно, что он почти Ирошана убил. Там летал так красиво. Почти хватило. Ну, живут. Какое-то время еще, наверное, будут жить. Теперь вопрос... Как ляжет следующий блокхол? Ну, теперь-то у Шторма Байбека нет. Если его убить, то какие-то, знаешь, такие призрачные шансы у ИГ появляются. Дождаться только Эмбера с Шадо Демоном и пойти? Они сейчас могут поверить в себя после этой драки. Ну, что? Пока видим то, что вот есть эти 9000 преимущества. На деле это штука, которую можно камбэкнуть. То есть там из дорогих Байбеков настолько Шторм прожимал. А так вот буквально файт пару Байбеков в нем. Даже от саппортов. И вот минус 1500 преимущество будет. Ну, надо хотя бы попробовать. Да, то есть у них не сыр, это не самое сильное, что можно поднять с Рошана, но он есть. Поэтому можно сыром попробовать подраться. Надо просто разок поверить в себя. Ну, получится, не получится, ладно, черт с ним. Но если получится, они и камбэк. Да? Попробуйте. Надо мотивацию какую-то добавить просто, чтобы попробовать. Ситуционную речь. Они какие-то вот немного пока неуверенные в себе, застенчивые. У них и гем есть, чтобы вражеские варды позбивать. Тут рунку можно найти, например, руну хасты на темпе. Разок попробовать, хотя бы раз. Блин, что-то демон такой бедный, я что-то смотрю на него. Я вот поймался на мысли, что я смотрел на него 20 минут назад, у него были вот эти айтемы. За 20 минут ничего не изменилось. То же самое с Эмбером, это немного грустнее. Ну да. Он, кстати, тоже решил идти к успеху и собирать Аганим. У него фарма очень печальная. Видим то, что тройка Брюмастер обошел первую позицию команды Виталити. И довольно богатый Энигма, так-то у него тоже 14 тысяч на Этверсо. И Алли Барда появляется. Хевенс Халберт как шанс Сларка закрыть, кстати. Самое главное успеть это как-то нажать, потому что Феникс, он быстро должен как-то ставить яйцо. И иногда им бывает просто не до Алли Барда. Фениксу еще нужно и Файер Спирт раскинуть до яйца. Да. Ну, кнопок много, в общем, занятой обычно парень. Так, наверху куча крипов. Две телеги. Я не бью твою шку. Никого. Все боятся Шторма. Если герой подойдет один, прогрит Шторм и объясняет. Поэтому нужно подходить жадь на вдвоем. Любой Корр, и чтобы за ним стоял Шаду Демон. Ушку так нормально побили. Треть хп снести. Ждем. Комната ожидания файта за Рошана. Скорее всего, именно Рошана не ждут. Но до него еще черти сколько. Четыре минуты основного времени. Почти пять. Даже. И Сирок, который вот где-то там лежит у кого-то. Он лежит у Темпларки в стэше. Темпларка, вот она тут решила, что все-таки стесняться надо перестать и фармить себе рапиру. Как тебе такое? Интересно. Смотри-ка, вот сейчас тут Смог проргался. Смог на дельте. Я бы не сказал так, но я бы МКБ фарк. Урона ей хватает. Так. Врыв. Наши тысмарка. Олл Чикен. Отлично. Закрывают. Есть! Есть! Жеш! Есть! Жеш! Кастует! Умирает! Все, нормально. Сто секунд без него. Надо выкупаться, наверное. Байбэк есть. Байбэк есть. И Сларк, который должен пытаться закрывать эффект бабочки. Да, он закрывает. Это минус с Темпларком. Но хорошо бы терапии не было. Это было видно, что... Вот как раз, как я и говорил, из-за байбэков эффективность инигмы крайне низкая. Они, ну, хорошо вышли, убили главного кора, басбайбэкнулся и ребята развалили. Если бы они нашли Шторма и Шторма бы убили, то результат был бы другой. Они бы дальше могли идти и, возможно, даже бы уже ломали базу. Но Сларк был с байбэком. Молодец, что остались. Они хотя бы попытались. Ну, это уже хорошо, да. В общем, 15 кора нету разу инигмы законтрины одним байбэком. Ну, теперь байбэк-то нет. Самое главное, даже за следующую байбэкула. Да, и байбэк пола нет. А там уже Шторма откатится байбэк. О, что это Эмбер? Что по Эмберу? Эмбер сейчас не уйдет. Пока Эмбер с байбэка. Дождалась момента истины здесь Светлым Парка. Выкупается теперь она. Ставится яйцо. Как хорошо то яичко бьется долем вообще. Светлым Парка. Да, Сленовый. Сленовый. Ну и Баттерфлай эффект, что у него тут. У него тут шансы умереть тоже есть довольно серьезные. И его должны крыть. Хотя, нормально, нормально. Работает. Кто-то спрашивал, кто будет бить яйцо. Вот он, кто будет бить яйцо. Брюмастер с талантом на атак спид и с гиперстоуном. Да. Вот наш герой. Кстати, 25 левел у него скоро будет. И это еще и вечный праймал сплит, как правило. Да. Так, ну что. Олд Чикен. Там был репейр кит. Надо, наверное, еще заряд вешать. Да, вешается. Ну, в прошлый раз, кстати, Олд Чикен перестал бить тавра вот именно по причине этого репейр кита. Но сейчас вот есть мистер миллиард атак спида. И он даже настолько серьезен, что бьет в глиф. Ну, вот решил отстать. Вообще, вот выиграно время. И теперь до Рошана Сириус немного себя поразвлекали. Но Рошан будет все равно не скоро. Две минуты основного времени еще. Ну, Шторма. Тут печально то, что Шторма байбэк откажется от Рошана. Деньги на байбэк у него есть. Я надеюсь, он бы кого-нибудь брать. Байбэк надежнее. Да. С Блокингара можно попасть в Блокхол и умереть прямо в Блокхоле даже с БКБ. Его тимпларка еще будет. А так, ну, следующая драка нужно теперь, чтобы подставился не слаб под Блокингар. А, Шторм. Шторм умирает, байбэк и ЦИ снова влетает на фулл ману. Он его отвлекает, и хватит, чтобы долететь до замеса. Ну, вот так. Сларк цель номер один, Ленин. У него байбэк еще пять минут. Так, у Сларка. 26-й левел, кстати. Опа, Курьера подрезал. Изи 128 голды. И падают предметы. Иллюзионист Кейп. О-о-о, Сларкинсон берет это все дело, да. Это уважает. Минотавр Хорн взял себе в итоге Брюммастер. Да, и... Ножик Принца в руках у Шторма. Так, а что со стороны Виталия попадало? У них есть тоже нейтральные шмотки, только фликер. Ну, конечно, конечно. Проигрываешь, проигрываешь, и фликер падает. Это мы лежим. Так, что в итоге? Смок. Так как-то скучковались ребята из команды Сириус. Хотят смок. Да, смоканулись. Семер полетел. Взял дабл дэмэдж в бутылку. Причем поторопился так взять. Видимо, очень хотел. И побежали, побежали. Улл Чикен Глотар прожимает, бежит на передовую. Сейчас он должен Бионда будет увидеть. Энигма. Привет, Энигма. Как дела, Энигма? Хочешь на рейта файт Энигма? А хочешь баш в БКБ? Отлично вообще, шикарно. Минус 2 уже оформляется. Эмбер не ощутили. Даст. Минус даст. И ватерфлай эффект должен как-то отступать. У него тоже байбека нету, ему нужно жить. Все. Ты агрессивная, а? Что это все? Я? Агрессия, агрессия, да. Нет, нормально, я по фактам. Я же плей-бай-плей, у меня только факт. Ну, по фактам, кстати, еще Рошан, у вас таймер отображается, Дмитрий? У меня просто баг, уже как патча 2. Да. Да, да. Сколько времени до Рошана? Много? Минутка. Я так понимаю, вы меня обманули, и у вас тоже не отображается, да? Да, мужчинам доверять нельзя. Так, ну что, видим то, что... До Рошана время еще есть в целом. К этому моменту у нас резнутся все ребята из Vitality, хотя я думаю, что они не в настроении идти вообще Рошана отбивать. Но Эмбер может снова попробовать паунтнуться в Рошпит и попытаться украсть Аегис, как вариант. Терять ему нечего. Кроме чести. Курьер, ты что, что будешь делать? Режет курей. Снова разобрали. Да. Так, ну смотри, вот сейчас закончится основной таймер. И... Что, дополнительный уже идет вовсю. Уж полу дополнительного таймера. А, дополнительный, да? Да, желтый дополнительный, красный основной. Да, я не понимаю, подожди, там... Не отображается, потому что баг. А-а-а, то есть... Все, все, значит, у меня то же самое. Хорошо. Нет, просто у кого-то отображается, у кого-то нет. Вот у Морталис есть циферки, но маленькие. Вот у меня их совсем нет. В инмейте говорит, что у него все видно. Вот от закастера зависит. Ну, что ж, в принципе, сколько лет мы не видели вообще дополнительного таймера, так что это... Жить можно? Мы кучкуемся. Да, кучкуемся. Мы просто стоим, да. Мы просто стоим и горе и ждем Рошана. Уж Тармаши искал, ничего не покупает, а оставляет на байбэк. Мой мальчик. У него 6000 голды, он, в принципе... Ну, тут сейчас такой момент, что он либо байбэкнется на Рошане, либо забьет Рошана и купит себе сразу какой-то слот. И там будет полнейший разнос. Саркевич, Эбисов. Неприятные новости от Ленигмы. Если Старк доберется до байбэка, то он может прям... А-а-а. Я просто увидел, что Примастер не взял вечно праймал сплит, а вот взяла рапирует тумбларк. Он будет бить... Какие он будет? Будет мужчины и будет выпить кого-то. Они нажали, смог. Крадутся, крадутся, крадутся. У них есть шансы кого-то забрать через Блэкбол. Старк, специально номер один. А они нашли снайпера, к сожалению, только снайпера. А снайпер еще и решил... Старк, сам себя. Кнопку перепутал. Не, мне кажется, он специально это сделал. Нет? Вряд ли нет. Так, долем. Дудо. Дудо. Минус лицо практически. Дистонс должен отваливаться, но Биондо фукусят. Биондо очень больно, но там Кларк. Самое главное, что мы желаем Кларк. Ей все хорошо, с ней все нормально. Погибает без байбека на 100 секунд Enigma. Но Butterfly Effect, минус клавя на хп, минус все лицо, минус... Рапирка. Минус рапирка и гг. Аж ггг пишет у нас Butterfly Effect. Good, good game. 40к преимущество. Ну что, ггвп? Очередная драка? Врыв шторма, он просто байбек, он свернулся и раздал дамага. И Зичайшая. Чай сериус. Ну что, три практически часовые катки мы с тобой посмотрели, Дмитрий, да? Получается. Ты довольна? Я довольна, я довольна. Вот теперь я тебя прошу выбрать что-нибудь, что будет идти побыстрее. Еще три катки, еще три катки я не удержу. Посмотрим, посмотрим. Вчера мне повезло выбрать, а сейчас у нас выбор между чем будет и чем. Как у нас тут играть-то будет? Кстати, вот это интересно, потому что такое ощущение, что вот лузера просто без нас стартанули. И ноу-ху уже... Так это идеально. А вот неинтересно, а что такое? Что это значит? Значит, мы можем чилить? Да, подожди, подожди, какой чил. Вот есть King Gaming и Luminous против CDC, которых я бы и хотела посмотреть, и мы будем смотреть. И надеюсь, что мы это все дело увидим. Потому что говорят, что старт в 10 утра по Москве, а в 10 утра через минуту надо бежать. Слушай, бежать, бежать, бежать. У нас рекламная пауза, ребята, очень быстро. И, возможно, реально старт через минуту. Если нет, то мы будем держать вас в курсе. Бежать. Бежать. Бежать.